здравствуйте дорогие друзья вас приветствуем это зимнее холодное время и в это темное время года но слава богу что его светильник для нашей ноги это его слово и он просвещает тьму он просвещает всякие обстоятельства в которых мы нуждаемся и я верю что он просвещает для того чтобы наши глаза видели не только он он и так видит он умеет в темноте видеть и он есть свет по сути своей и поэтому тогда когда он говорит и вы свет миру не только я имею этот свет и я с вами поделился поэтому будьте этим светом куда бы вы ни пришли светите так чтобы этот свет был виден светите так чтобы тьма убегала и чтобы в вашем присутствии никто не посмел говорить те слова которые будут разрушать вас и окружающих чтобы никто не посмел носить внутри себя зло и его распространять потому Потому что вы знаете, друзья, я сейчас не о том, что мы контролируем других людей, а я о том, что с нами еще и ангелы, с нами атмосфера неба. И когда мы приходим, мы заходим на территорию и утверждаем это царство, Божье царство на планете Земля. И если наши ноги туда ступили, то туда пришло войско Божье. И поэтому мы можем там эту атмосферу уже поменять, даже просто своим присутствием, даже просто молча. Но уже атмосфера начинает приходить в определенное движение. И поэтому тогда, когда мы это понимаем, вы можете присматриваться, как меняется атмосфера, как люди сейчас начинают себя чувствовать вокруг тебя. Потому что кто-то начинает не понимать, что с ним происходит, и начинает всматриваться в окружение, думая, что-то увидеть физическими глазами. Но это духовные вещи, они ощущаются сразу же духом и сердцем, а глаза еще пока не понимают. И поэтому люди начинают присматриваться и осматривать, может быть, какого-то отдельного человека, в частности тебя, не понимая, что изменилось с твоим приходом. Я это чувствовала и переживала неоднократно в своей жизни. И поэтому я желаю, чтобы мы могли действительно распространять Божье Царство на всяком месте, куда ступаем. И вот то, что мы читаем сейчас уже в 11 стихе 58-го псалма, «Если сила у них, а я уповаю на тебя, а ты мой заступник», то вот 11 стих теперь продолжение. «Бог мой, милующий меня, предварит меня. Бог даст мне смотреть на врагов моих». Если до этого он сказал Богу, «Ты моя сила, и ты мой заступник», то теперь он уже это утверждает как факт. Утверждает, что он даст мне посмотреть на врагов моих. То есть посмотрите, как вера работает. Он не продолжает молиться, «Господи, дай мне посмотреть на врагов», а я посмотрю на врагов. «Бог мне даст это». Вот в этом и есть наше продолжение молитвы. Это утверждение верой тех постулатов, которые ты хочешь иметь. И вот в этом и есть наше движение к росту. Когда я не просто говорю Богу и постоянно повторяю одно и то же. Вы знаете, разные люди по-разному молятся. У нас одна женщина, которая есть в молитвенном служении, одна сестра, она говорит такие слова. «Если я уже помолилась Богу, то я дальше только благодарю». Это ее выбор, это ее практика. Но она говорит, я дважды не прошу, я знаю, что он меня услышал. Я просто сказав об этом, теперь говорю, «Господи, а теперь я жду твоего ответа». Вы знаете, что ответы могут быть какое-то время задержаны, но не по причине Бога. Как правило, это причина в нас. Но если я уже благодарю, что я их получаю, то значит Бог начинает активно работать лично с тобой, как с получателем, чтобы ты был готов к получению такого ответа. И поэтому, на самом деле, тогда мы входим в его школу, тогда мы входим в его потоки, тогда мы входим в его процессы, и он занимается нашим сердцем, нашими мыслями, нашим окружением очень активно, потому что мы верой подключили процесс. И я желаю, чтобы мы подобно Давиду могли сказать, «Бог мой, милующий меня». То есть я не всегда бываю во всем прав, но милость мне нужна всегда. И поэтому Бог мой, милующий меня, предварит меня. То есть он успеет сделать что-то, что я даже не замечу, что надо делать. А он знает, что в этот момент он предварит какой-то удар, он поставит свою руку, он поставит свою стену, он высвободит тех ангелов, которые нейтрализуют стрелу или еще что-то. Он предварит меня и даст мне смотреть на врагов моих. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что мы об этом можем с Тобой говорить. Ты предваришь нас при любых обстоятельствах и дашь смотреть на врагов наших, потому что мы к Тебе молимся и на Тебя уповаем. И к нам не приблизится никакое зло на основании Твоего слова, на основании Твоих обетований. И я благодарю Тебя, что в уповании на Тебя мы не останемся в постыжении, потому что Бог наш знает, о чем мы мыслим, где мы находимся, о чем молимся, и как вывести нас на пространное место, тех, которых враг хочет уловить. Но я благодарю Тебя, что не состоится и не сбудется ни один Его план, не только о нас, но о наших близких, родных, о нашей стране, потому что у Тебя есть о России мечта, и Ты обязательно ее осуществляешь. А мы молимся с Тобой об этой земле и благословляем ее, чтобы она вошла в свое предназначение в полном объеме и принесла Тебе стократный плод. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго, до новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok